Любой закон со временем требует корректировки, внесения необходимых изменений или дополнений. Ассоциация работников СМИ Республики Абхазия проводит общественную кампанию, цель которой внести поправки в закон о правильном доступе информации, а также добиться того, чтобы закон начал действовать. Не секрет, что закрытость государственных органов создает условия для коррупции, злоупотребления власти. В рамках общественной кампании мы опросили депутатов Парламента Республики, попросили их рассказать, как они получают информацию по тому или иному вопросу, удается ли им получить информацию, возникают ли трудности. В работе нашего комитета, именно комитета по правовой политике государственного строительства и правового человека, не возникало проблем, связанных с доступом информации. Мы периодически отправляем запрос на получение той или иной информации, необходимой нам для работы, в органы государственной власти или, если необходимо, на различные предприятия. Мы получаем ответ в соответствии с законом, в сроки. И за этот период, за период работы нашего пятого созыва мы не встречали отказа или предоставили информации ни в срок, ни в соответствии с законом. Бюджету, финансовым, кредитным организациям и налоговым. У нас с этими ведомственными министерствами сотрудничаем плотно. Иногда даже нет необходимости послать официальные письма, даже предоставляют сведения и данные по звонку. Бывает и так. Так что у нас там проблемы с получением какой-то информации. Не знаю, вовремя или не вовремя я там не следил за временем. Мне, например, с министерством финансовыми плотно работают, с министерством экономики, по налогам и сборам, национальным банкам. Как бы я обращаюсь, иногда письменно, иногда просто звоню по телефону и получаю всегда сведения, которые мне необходимы. И с этим лично у меня проблем нет. Говорить о том, что нет проблем в получении той или иной информации по запросам депутатов, наверное, не совсем было бы верно. Потому что многие материалы, которые свидетельствуют о том, что действительно имеют место трудности в получении материалов, связанных с тем или иным запросом депутатов, они налицо. Об этом говорят сами же депутаты на заседаниях парламента. Это связано с вопросами банковской системы, это связано с проблемами экономической тематики, это связано с проблемами финансовой деятельности. Даже последние события, которые свидетельствуют о деятельности той же прокуратуры в качестве работ, проводимых по паспортизации. Не все так гладко и не все вопросы, как говорится, снимаются так, как хотелось бы. Вопросы связаны с той же банковской системой. Недавно буквально, как говорится, тот же депутат Микваби говорил о том, что на запрос, который был отправлен им, он так и не получил соответствующего документа. Вопросы связаны с деятельностью Минфина. Многие депутаты во время заседаний говорят о тех проблемах, которые возникают у них в отношениях с ТМЖ, как говорится, министерством финансов. А может быть, имеет смысл вот такие контролирующие действия, действия под этим вопросом проводить коллективно. В частности, сегодня у нас тоже было заседание именно сухумской группы депутатов, сухумчан, скажем так. Мы приглашали представителей исполнительной законодательной власти города. Была встреча, что-то обсуждали, в конце мы сами остались и решили, предварительно решили, что будем делать какие-то коллективные запросы, будем встречаться, обсуждать проблемы города и потом коллективные как-то пробивать. Вот такая форма коллективных запросов тоже, наверное, имеет смысл и возможно будет практиковаться в будущем. Продолжение следует...